Я думаю, что мы услышим сегодня много интересного, а может быть, Оля чуть-чуть пару слов скажет, ну, про себя. Про себя? Это будет более верно, чем я буду пытаться воспроизвести. Вы, 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 вы. Ну, я кандидат филологических наук по первым образованиям, а потом я получила второе, я культуролог, и вот уже как культуролог я занимаюсь советским кино, то есть я не киновед, и когда я работаю с кином, меня интересуют ну, совершенно другие вещи, чем обычно, которыми обычно интересуются киноведы. И в последнее время, ну, вот это уже, наверное, лет пять я занимаюсь именно советским белорусским кинематографом, то есть Белгоск кино, советская Белоруссия, Белорусс фирма. Ну, и, собственно, вот эта тема, это один из результатов моего исследования, но который на самом деле еще в процессе. То есть какие-то вещи вот очень важные для себя я формулировала, уже вот когда писала эту лекцию. Ну, и должна признаться, я привезла вам академическую лекцию, вот, и поэтому если я начну говорить как-то или быстро, или какие-то, вот, может быть, непонятные места, наверное, можно в какой-то, ну, в таком режиме диалога их решить. Но мне бы очень хотелось, чтобы, ну, лекция оказалась такой последовательной и логичной, потому что тогда мы подойдем к очень важной теме в финале, и, может быть, мы попробуем подискутировать потом. Потому что, вообще-то, несмотря на то, что 30-е годы от нас очень далеко, мы будем говорить о феномене, который, в общем-то, имеет продолжение вот в нашей действительности, потому что советский белорус, как, ну, некий конструктор, определенным образом воспроизводится. И мы немножко поговорим, как он воспроизводится, да, вот в современных условиях. И в этом смысле это вполне такая актуальная тема, которая может рассказать об истоках, да, о том, как формировались вот эти какие-то воображаемые, ну, воображаемая модель национальной идентичности. Вот. А, извините, я еще забыла сказать, что я, помимо того, что я представляю здесь самого себя как исследователя, я еще представляю такой проект, как Европейский колледж liberal arts в Беларуси. Это новый наш проект, он появился совсем недавно. Это неформальное образование. У нас вот прекрасные совершенно студенты. И такой первый экспериментальный год. Вот. И в рамках этого проекта я курирую концентрацию массовой культуры медиа. Ну, и по этому поводу тоже можно задавать вопросы потом, если кому-то будет интересно. Вот. Ну, давайте вот перейдем, собственно, к лекции. Исходный тезис. Три. Я проговорю, а потом в течение лекции я к ним, наверное, вернусь. Смотрите, мы будем говорить о советском Беларуси. Но мы будем о нем говорить как о таком воображаемом носителе социалистической национальной идентичности. Что это значит? Это значит, что этот образ изобретался в течение 30-х годов в условиях сталинской эгрессивной политики. А это значит, что его не существовало в природе. Советского белоруса не было в природе. Вот. Никто не знал, какими чертами он должен обладать, чтобы соответствовать сталинской национальной политике и, в принципе, вписаться в такую утопическую советскую картину мира. И как раз мы с вами сейчас будем погружаться во время, когда он, этот образ, ну, советский белорус изобретался. Он нащупался в искусстве интуитивно, в атмосфере критики, репрессии, цензуры и самоцензуры. Это первое. То есть мы работаем сейчас с воображаемым. Второе. Мы будем говорить о кино. И опять-таки о кино мы будем говорить в таком специфическом ракурсе, да, то есть как об историческом источнике, который может показать, как происходил этот процесс создания советского белоруса и что получилось в итоге. Но при этом фильм – это не документ в чистом виде. вот в отличие от указов, постановлений, партийной риторики, он, наверное, даже с большей эффективностью позволяет подключиться к такому политическому, национальному, социальному воображению периода, да, в данном случае 30-х годов. И, ну, последний тезис, что целостный образ советского белоруса, наверное, в кинематографе 30-х, пожалуй, не был создан, но была нащупана ее формула. А целостный образ уже сформировался после войны. И вообще белорусский советский народ родился как народ, который скреплен идеей военной травмы, и при этом он является органичной частью советского народа победителем. Ну вот, три тезиса, в какой-то мере я к ним буду еще возвращаться. А сейчас нам все-таки нужно немножко сказать о белорусизации 20-х годов. Это важно, чтобы понимать, насколько изменилась национальная политика в 30-е. Поэтому я, ну, очень кратко постараюсь сказать. Ну, как известно, в 20-е годы руководство БССР придерживалось такого национально ориентированного подхода, проводило политику белорусизации и коренизации. Ну вот, что такое коренизация, кто-нибудь знает? Коренизация – это такой термин из 20-х годов, означает, что руководители нужно выдвигать представителей, ну, местных национальностей, да, белорусов или евреев. Ну, я буду иногда какие-то цитаты тут бросать, но скорее они здесь нужны для такого, ну, контекста, чтобы вы почувствовали язык, да, того времени. Знание белорусского языка требовало со всех руководителей, причем под угрозой увольнения. А вот население старались обучать белорусскости с помощью образования и пропаганды, не прибегая к репрессивным каким-то мерам. И вот в партийных документах первой половины 20-х годов описываются различные препятствия, которые стоят на пути белорусизации. Самое такое часто упоминаемое препятствие, это, конечно, идеологические конфликты, причем как в среде белорусской компартии, так и в среде интеллигенции. Как бы по такой большевистской риторике, которая идет еще от Ленина, эти конфликты назывались уклонами, да, это уклон в великодержавный шовинизм и уклон в буржуазно-демократический национализм. Ну, то есть мы как бы почти всю лекцию будем опять вобращаться к этим понятиям, поэтому важно сказать, что это все-таки появилось в 20-е годы. Ну, что такое великодержавный или великорусский шовинизм? Он понимался как такое непонимание национальной работы со стороны отдельных партийных товарищей, а также преуменьшение значения национальных особенностей населения Беларуси. А буржуазно-демократический национализм понимался как такой идеал возрождения буржуазно-демократической государственности. Ну и понятно, всякий раз, когда ты в документе встречаешь в 20-х годах вот эту вот буржуазно-демократическую государственность, это отсылка к БНР, да, вот то есть как бы понятно, что это упрещенное такое развитие Беларуси. Что интересно, в некоторых документах, вот как раз начало 20-х годов, главной опасностью для беларусизации назван именно великодержавный шовинизм. Вот сейчас я вам покажу чудесную цитату, она хороша тем, что она очень радикальна. И как всякие радикальные цитаты, конечно, ссылаются на Ленина, ну это 21-й год, правда. Ну, заметьте, что это достаточно такое жесткое высказывание, которое будет невозможно в 30-е. Ну вот, например, на пленуме ЦК Компартии Беларуси в декабре 25-го года говорится о других проблемах, которые стоят на пути беларусизации и культурного возрождения в Беларуси. Ну, проблемы, на мой взгляд, в общем-то, описаны руководством вполне себе рационально. То есть, как бы, одно из препятствий беларусизации это культурная отсталость народа из-за царской политики, а также дезорганизации сельского хозяйства после первой мировой гражданской войны. Кроме того, там написано, что, конечно, в Беларуси очень резкое разделение города и деревни, и там же написано, что отношение крестьян к беларусскому языку, ну, оставляет желать лучшего, потому что они относятся к нему как к холопской мове. Вот. И сейчас я объясню, почему. Ну, и, как бы, ходит разговор, это там, ну, такая формулировка о вражеском отношении самих крестьян к беларусизации. Ну, и действительно, по переписи 26-го года в республике 80,6% это беларусы, и большинство из них проживает в сельской местности. Город в основном русскоязычный, то есть 40% его населения составляет евреи, да, ну, еще там какая-то часть русские. А почему это важно для нашего, там, дальнейшего разговора? Беларусы изначально понимались как крестьянская нация. Вот. Хотя в 20-е годы еще работает такая идея многонациональной республики. Например, существовали указы о праве представителей каждой национальности, обращаться к руководству на своем языке. Ну, вот это такой контекст, в котором, собственно говоря, и появляется беларусское кино. Оно появляется в 24-м году. В 24-м году создается трест Белгоск кино, и ведение которого, то есть это трест, потому что в его ведении находилось и производство, и прокат фильмов. То есть, как бы, в 30-м ситуации изменится. Вот, 20-е годы, это именно такое достаточно автономное образование. Ну, я напомню, что сначала первые фильмы были хроникальные, а с 26-го года снимают игровые фильмы. Ну, вот чудесный плакат. Он, конечно, более поздний, он уже послевоенный. Но мне нравится тем, что прекрасно, вот просто его можно дешифровывать, как каждый образ. Он прекрасно отражает вообще, как власть понимала природу кино. Да, для чего нужно было кино? Почему вообще столько вкладывалось вот в кинофикацию там населения? Как бы, почему в каждую там район и центр пытались привести там передвижку? И вообще столько внимания уделяли кино. Вообще кино – это такой способ объединить все население, независимо от уровня грамотности, возраста, социального статуса. Вот обратите внимание на плакате, если присмотреться, вот там вот сидит явно какой-то руководитель, да, чиновник, вот тут вот явные крестьяне, дети и старый млад, да, ну, то есть плакат абсолютно говорящий. Вот. Потом, конечно, вот эти восторженные лица, да, как раз указывают на то, что кино воздействовало через эмоции и развлечения, да, но при этом здесь была важна такая политически актуальная картина мира, да, такая, ну, пропаганда, которая подавалась вот через удовольствие. Вот. Ну, вот теперь все-таки кино 20-х годов. Первые игровые фильмы создавались в Москве. С 28 по 38 годы была создана киностудия «Советская Беларусь», которая, как вы знаете, находилась где? В Ленинграде. И, в общем-то, с этим были связаны большие проблемы белорусского кино, потому что киностудия переехала собственно говоря в Минск только накануне войны. Вот. А до того времени белорусские фильмы снимали приглашенные в основном российские режиссеры. Ну, я вам напомню, да, что первый запущенный в производство фильм – это такая социально-бытовая драма из городской жизни периода НЭПа. Она называлась «Проститутка или убитая жизнью» режиссер Олег Фрилех. Действия происходят… ну, понятно, по названию и тема, вот, а в сложной женской судьбе в большом городе, вот, и действия этого фильма происходят в Москве. Однако первый национальный фильм – это, конечно, не «Проститутка», это «Лесная быль». Иногда поэтому пишут, что это вообще самый первый фильм, да, Белого госкино, «Лесная быль» Юрия Тарича. Ну, понятно, почему он первонациональный, потому что это первый фильм, сюжет которого был посвящен, ну, национальным событиям, да, действия «Лесной быль» происходит в 20-м году и описывает, ну, восстание крестьян, бунт крестьян против поляков, польской оккупации. Ну, и кроме того, в Минске действительно премьера «Лесной быль» проходила до «Проститутки». «Проститутка» сначала шла в Москве, а потом «Лесная быль», а как бы в Минске, ну, насколько я понимаю, по документам, было наоборот. Вот. И «Лесная быль» рекламировалась как первая белорусская национальная фильма, ну, раньше, как в 20-е годы фильма был, да, «Женского рода», как такой прорыв Белгоск кино. И поэтому, ну, она осталась в истории, конечно, значительно, как бы, ну, оставалась в истории значительно дольше, чем вот этот первый фильм «Проститутка». Ну, вот теперь мы подходим к одному такому очень важному моменту, да, с момента выхода вообще первых игровых фильмов главным требованием партии и госчиновников к руководству Белгоск кино стало требование создать национальное кино, которое отличало бы белорусские фильмы от других. Ну, еще раз напоминаю, ситуация была сложная, потому что студия находилась очень далеко от Белоруссии, и режиссеры были в основном российские. Вот. Ну, и кроме того, в 20-е годы, в общем, трес должен был хоть частично себя, ну, окупать, да, то есть это же был НЭП. Вот. И поэтому вспыхивают такие яростные споры о соотношении национального и общесоюзного в продукции киностанта. Киностудии, вот. Значит, с одной стороны, руководство киностудии обвиняют в таких сугубо коммерческих интересах, ну, потому что там проститутка та же, это такая тема горячая, да, то есть это такая вполне себе коммерческая фильма. Вот. Ну, и как бы говорят, что если студия белорусская, она не имеет права снимать интернациональные фильмы, то есть как бы, ну, и, соответственно, прокатывает, да, их по всему там союзу. А студия пытается отстоять свое право, снимать эти общенациональные фильмы, и когда она отстаивает этого права, имеется в виду, что она будет продолжать создавать фильмы, которые, ну, сделаны приглашенными режиссерами на понятном их материале, снятые в Москве или Ленинграде, потому что, посмотрите, вот в отличие, например, от украинского или грузинского кино, у белорусского кино не было дореволюционной истории и, соответственно, своих вот белорусских режиссеров. И поэтому эта проблема, ну, как бы, что белорусская киностудия должна дать народу высококудожественный национальный фильм, она преследует Белгоск кино и в 20-е годы, и в 30-е годы, и после войны опять начинаются эти разгромные статьи, вот, и, в общем-то, эти споры, наверное, утихают, когда белорусский фильм находит свою, ну, такую ключевую, да, тематику и начинает снимать фильмы о войне, да, то есть когда у него, наконец, появляется вот лицо. Ну, вот, если вернуться к 20-м годам, за 5 лет с 26-го по 30-й год было всего выпущено 21 игровая картина, и из них национальной тематике было посвящено около 10-ти. Вот нельзя сказать, что в этих 10-ти картинах был обнаружен некий белорусский характер, да, или какая-то была национальная форма, однако вот для нас интересно, что все-таки некоторые из этих фильмов отражают атмосферу белорусизации 20-х годов. Вот, мне кажется, интересно, ну, это, на самом деле, это моя версия, вот, потому что фильмы, конечно, еще разношерстные, вот, но мне кажется, что можно увидеть, что когда белорусское кино обращается к теме, там, крестьянства, да, и снимает там историко-революционные фирмы, то это белорусское крестьянство в 20-е годы обладает такими чертами пассионарной нации, вот, которой нужна свобода и от польского, и от российского государственного гнета. Вот посмотрите этот плакат, да, на мой взгляд, он прекрасно отражает, да, вот эту вообще саму идею. Народ показан как конь, вставший на дыбы, да, это очень такой экспрессивный пассионарный образ, и заметьте, нет героя-всадника, да, то есть нет руководителя. Ну, и, собственно говоря, первая версия, которую снял Тарич, Тарич, напомню, это приглашенный режиссер, да, но он достаточно добросовестно ездил по белорусским деревням, изучал белорусский быт, вот. Первая версия была признана ошибочной, значит, кинокомиссия от Гитпропа писала, в показе революционных событий отсутствует гегемония пролетариата, и получается, что революция осуществила белорусское крестьянство само по себе. Вот, тогда, значит, Тарич доснимает эпизоды, которые должны были указать, что белорусское крестьянство восстало не само по себе, значит, бросилось там на поляках, вот, что, конечно, было руководство из центра, ну, центр в 20-е годы все-таки мыслился не в Москве, а в Минске, да, вот в Минске заседали большевики, которые руководили этим стихийным крестьянским бунтом. Ну, я напомню, да, ну, то есть, наверное, этот фильм как-то, он такой на слуху, может, и вы смотрели, да, что, значит, Тарич снимает очень интересную сцену, да, снимает. Значит, так как создание первой национальной фильмы поддерживалось активно белорусским руководством, Тарич договорился с Кнорином, Адамовичем, да, Червяковым, ну, тогдашним руководителями, сняться в кино в роли самих себя. Значит, причем в том же здании, где 6 лет назад происходили вот эти исторические события, да, по взятию большевиками власти, значит, и действительно эта сцена была включена в фильм, ну, сделана как бы уже после, ну, это была вторая версия. В 37-м году фильм был снова перемонтирован, то есть эту сцену я, кстати, не видела, судя по всему, она была вырезана, и как в доступе сейчас есть вот этот фильм именно в перемонтаже 37-го года, и как вы думаете, почему эта сцена была вырезана? А крест она была вырезана? Вот это, где Червяков, Адамович и Кнорин, они все были объявлены врагами на уроды, но Червяков не был репрессирован, он застрелился, ну, да-да, иначе он был бы репрессирован. И, собственно говоря, автор сценария Михаил Чаро тоже был репрессирован в 37-м году. Вот. Ну, почему я об этом так подробно говорю? Чтобы вообще этого мотива, стихийности бунта, который вспыхивает по инициативе снизу, герои белорусских фильмов, ну, собственно, и всех советских фильмов будут системно лишены в 30-е годы. В 30-е годы бунт – это такое тщательно организованное мероприятие, да, ну, фильмах, которое, как бы, руководится исключительно сверху, там существует целая иерархия тех, кто этим любым событиям эмиссионным руководит. Значит, ну, вот теперь мы подбираемся уже к 20-м, к 30-м годам. 29-й год в истории советской, ну, в истории советской культуры, да, и политики назван годом Великого Перелома, потому что происходят кардинальные изменения в сталинской политике. Ну, вы, наверное, помните, да, то есть Сталин берет курс на две, в общем, огромные программы. Какие? И? Абсолютно верно, спасибо. Вот, ну, то есть мне важно знать, что я, как бы, все говорю, вы владеете, да, этим вопросом. Вот, как бы, и на фоне этого курса меняется национальная политика. И, соответственно, концепция беларусизации. В том же 29-м году в Минск приезжает комиссия, значит, от ЦК российской компартии, всероссийская, да, как компартия большевиков, чтобы проверить работу беларусской компартии, значит, и беларусского руководства. Комиссия приходит к выводу, что беларусская компартия находится под давлением национальной интеллигенции, а руководство обвиняют в правом уклоне. И, значит, вот на все 30-е годы главная опасность устроительства социализма в Беларуси, ну, в СССР объявлен беларусский национал-демократизм, да, или буржуазный национализм, и тут же в 30-м году разворачивается первое широкомасштабное такое политическое дело против национальной интеллигенции, да, оно названо делом о вызволении, о союзе вызволения Беларуси, по нему арестовано 108 человек, руководителем этой на нас демократической группировки, объявленных в Аслах Лостовских, Лостовский, ну, и надо сказать, что в 30-м году еще никого не расстреливали, им дали разные сроки, ну, большинству, но затем они получили повторные сроки и были расстреляны в 37-м, да, то есть, как бы, и вот с 30-го года, если посмотреть вот эти политические события, там одно дело за другим, да, и все они связаны в Беларуси именно с национальным, ну, большинству, да, если говорить об интеллигенции, да, то все дела связаны именно с национальным вопросом, с этим обвинением в буржуазном национализме. Вот в этом политическом контексте Сталин выдвигает новую формулу национальных искусств, значит, национальные искусства должны быть национальными по форме, социалистическими подсодержаниями. А вы встречались вообще с этой фразой? Вот, ну, на самом деле она стала устойчивым выражением, да, в 30-е годы и воспроизводилась в разных советских текстах вплоть до 80-х годов. Более того, так как иногда современные белорусские, там, ну, пожилые исследователи используют, там, ну, как бы советские подходы, то можно и сегодня встретиться, ну, примерно, да, как бы, по смыслу с этой фразой. Вот, то есть даже вот в книгах 80-х эта фраза как само собой разумеющаяся. Ну, что для нас важно, да, что исток этой формулы, доклад Сталина на 16-м съезде ВКПБ 30-го года, да, ну, и понятно, что, значит, Сталия начинает с того, что предупреждает о том, что обострилась классовая борьба, вот, и, значит, вот из-за, в рамках этой вот обострения классовой борьбы обострились два уклона, ну, то есть опять великодержавный шовинизм и местный национализм. Теперь смотрите, вот в сталинском контексте фраза позвучит так. Что такое национальная культура при диктатуре пролетариата? Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, имеющая свою целью воспитать массы в духе интернационализма и укрепить диктатуру пролетариата. Да, посмотрите, вот если перевести, как бы, с бюрократического, да, на такой нормальный, да, язык, что прекрасно, кстати, понималось, по-моему, всеми, всей административной вертикалию, что такое уклон в национализм, да, то есть это отказ признавать руководящую роль партийных работников у Московского центра. Вот если, как бы, перевести, ну, будет примерно вот такое вот значение, то есть, как бы, если подчиняешься, ну, то есть меняется, в принципе, политическая иерархия, вот, то ты, как бы, ну, попадаешь, да, в эти узкие рамки. А ряд фильмов Белгосткино 20-х годов задним числом признаны политически ошибочными, контрреволюционными, и все они наделены соответствующими ярлыками и сняты с экрана. Вот, смотрите, чудесная цитата, она хороша тем, что она собирает сразу все ярлыки, и, кстати, все известные фильмы здесь такие, значит, имеем 20-е годы еврейский шовинизм, великодержавный российский шовинизм, белорусский национал-демократизм, да, ну, и замазывание руководящей роли пролетариата и партии, компартии Беларуси, да. То есть, ну, и все эти фирмы, понятно, сняты с экрана, да, их больше не показывают. Что еще, как бы, интересно, ну, когда вот начинаешь читать, ну, это не интересно, это, на самом деле, страшно, когда начинаешь читать, вот, да, газеты 30-х годов, очень резко меняется стиль вообще публицистики, да, ну, в том числе и кинокритики, значит, это стиль такого доноса, да, когда автор, ссылаясь на, там, фразы из Сталина, пытается разоблачить некий контролируционный заговор. Вообще, если вот, ну, искать определение этому стилю, я не знаю, он такой уничижительно-параноидальный, потому что очень много агрессивных таких ругательств. Ну, вот смотрите, деятели искусства, неважно из какой области, могут обвинять в притуплении классовой бдительности, это все цитаты, политической близорукости, проявлении гнилого либерализма, значит, в их произведениях критики видят национал-шовинистический душок, и вот что интересно, наглую пропаганду теории национальной самобытности. Вот, это тоже интересный момент такой, потому что с начала 30-х годов слово «самобытность», ну, вот в белорусском контексте, оно пишется в кавычках, вообще-то становится формулой обвинения, да, то есть для национальной интеллигенции 20-х годов, ну, национально ориентированной, как бы самобытность, это была такой ключевой точкой, да, вот, белорусизации. Для, в 30-е годы это, в общем-то, такое опасное утверждение, да, что белорусская культура самобытна. А параллельно со страниц газет, в том числе и центральных, да, со страниц правды или известий, вновь звучат требования и призывы к белорусским кино, белорусское кино должно повернуться к национальной тематике и создать национальную формулу. Ну, как я уже сказала, это не утихает вот до конца, там, не знаю, наверное, 50-х. Только в годы оттепели, как бы, уходят эти вот эти требования. Ну и, собственно, мы подходим к тому, как вот создавали в рамках вот этой вот тезиса, да, Сталина, как создавали этого самого советского белоруса, потому что теперь его надо было впихнуть вот, в общем-то, вот в это определение. И что еще для нас важно, значит, еще в 28-м году такое, значит, ну, происходит такое первое союзное партийное совещание по вопросам кино, и, значит, от кинематографистов, ну, всех кинематографистов, всех союзных, там, республик и так далее, требуют, значит, перейти к современной тематике и рисовать на экране, ну, отражать строительство социалистического быта. Вот. Ну и первый тезис, который я сейчас вам предложу, да, значит, что советские белорусы, да, это не просто крестьянская нация, ну, а вот это модернизированная крестьянская нация. И, как бы, мы сейчас посмотрим один фрагмент, и, ну, мне кажется, мы увидим один интересный момент в нем. Единственное, что я хочу сказать, да, что вообще по такой традиции, идущей еще с 20-х годов, модернизация советской жизни была неотделима от женской эмансипации. И, кстати, поэтому, когда, значит, ну, режиссеры по приглашению в Белгосткино начинают работать с современной тематикой, да, в 30-е годы, многие из них действительно обращаются именно к женской судьбе. Вот если посмотреть, как бы, вот на начало, там, 30-е, да, 30-е годы, 31-е, 32-е, выходит очень много фирмов, где главная героиня – женщина. И такой контекст, ну, борьба, что ли, не знаю, с патриархатом. И, кстати, среди них есть очень неплохие фильмы, но сегодня, ну, это, как бы, не наш сегодняшний сюжет, потому что многие из них не связаны с Белоруссией, да, их действия происходят, там, в Москве или Ленинграде. Ну, вот мы поговорим как раз о таком очень ярком фильме, действие которого происходит как раз в белорусской деревне, ну, это один из первых таких успешных, на мой взгляд, фильмов, да, это фильм «Женщина», он так и называется, 32-го года. Режиссер Ефим Диган, он известен фирмам «Мы из Кронштадта», вот, он, как бы, ну, вот до того, как он прославился, и это не Белгост кино, это ленд-фильм «Мы из Кронштадта», ну, вот до того, как он прославился, как бы, на ленд-фильме, вот он снимал по приглашению несколько фильмов для советской Белоруссии, для киностудии, вот. Ну, что здесь интересно, что вообще, как бы, очень многие режиссеры снимали фильмы о Белоруссии, значит, там не бывая, ну, так, из Ленинграда, вот, и это возмущало страшно кинокритиков, там, руководство, там, и так далее. Вот Диган, как раз, в отличие от, как бы, некоторых режиссеров, действительно был в Белоруссии, да, и собирал материал, делал он, да, правда, духи времени, он, как бы, так, невинно очень упоминает в своих воспоминаниях, воспоминаниях 80-х годов, значит, что его киногруппа ездила по белорусских деревням вместе с комиссией по раскулачиванию, значит, ну, их взяли с собой, да. Ну, правда, это не для этого фильма, а предыдущий ему заказали документальный фильм об успехах коллективизации, да, Майкл Хозный его назывался. Значит, ну, вот сейчас ближе к фильму «Женщина», да, в основе сюжета этого фильма такой конфликт традиционной морали и новых советских идеалов, да, такая, этот фильм вообще такой, ну, достаточно агитационный, хотя очень толково, талантливо сделан, такая наглядная деконструкция крестьянского патриархального уклада. Там есть несколько героинь, но самая главная героиня, вот, Анька, она мечтает стать трактористкой и работать на НТС. Вот в реальности, вот Шейла Фиспактор, кстати, пишет, да, ну, такой следователь, очень известный советской культуры, да, что вообще-то НТС, ну, действительно, как бы, ну, деревню модернизировали, туда привозили тракторы, да, то есть, как бы, на работах тракторах обучали крестьян, вот, и работа на НТС вообще-то в деревне была более статусной в колхозе, она давала больше денег, она давала больше возможностей и давала вообще самую главную возможность для крестьянина перебраться в город там рабочим, ну, потому что он получает навыки работы с механикой, вот, ну, как бы сюжет посвящен тому, что вот здесь женщина хочет быть, ну, вот, вот на этой статусной работе, она вглублена в тракторах, вот она, значит, совершенно счастливая на нем катается, вот, она хочет учиться, да, но мужчина не пускает ее в профессию, сейчас мы посмотрим чудесный совершенно фрагмент из этого фильма, я вам хочу очень его показать, сейчас, ну, то есть мы посмотрим два фрагмента, второй подробно проанализируем, так, сейчас тайкод, извините, фильм чудесный, ну, и единственное, что он у меня тут без звука, ну, то есть он немой, но обычно делают звуковую такую подложку, но здесь будет в полной тишине, но с другой стороны так лучше видны монтажные переходы, ну, вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Значит, смотрите, 32-й год кино постепенно переходит к звуковому, да, и такое, как бы, идёт движение к упрощению ну, видеоряда, да, как говорят киноведы. Значит, это один из последних примеров монтажного кино, где есть такие примеры аллегорического монтажа. Это очень интересный момент, потому что вот этот аллегорический монтаж, сейчас вы увидите, я вам покажу шикарный совершенно кусок, который позволяет вчитывать, как бы, современным исследователям другие смыслы, да, ну, потому что символ позволяет читать по-разному, да, вот, смотрите, мы сейчас посмотрим один очень симптоматичный кусок, больше такого в истории белорусского кино не было, премьер, фильмы-то давно не смотрели. Значит, сюжет, да, наконец, Аньку отправляют учиться в центр, да, то есть она, как бы, её поддерживает Петрович, Петрович – это парторг и женщина, вот. Значит, и когда Анька, ну, и там идёт параллельно монтаж, когда Анька, значит, попадает в эту мужскую среду, чтобы обучаться, значит, ну, там, чинить трактора, значит, у Петровича, парторга, в колхозном правлении начинаются роды, и, пожалуйста, внимательно, давайте посмотрим, это очень важный момент. Ну, это тоже мы совсем немножечко посмотрим, но это важно. Вот она пришла с бумажкой, да, из колхозного правления, её не могут не принять. Ну, смотрите, что они делают. Извините, Машка, героиня. Анька – это другая. Сюжет, ну, сейчас монтаж страшный будет. Очень хорошо сделано. Леонид Кмит, кстати, Петька, очень снимался много в белорусском кино. И Чапаев в будущем, наверное, снимался в «Бабочки». Петька. 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 Продолжение следует... 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 советский Беларусь. Ну, вообще, если говорить о белорусском кино в целом, то такое имплицитное, скрытое упоминание о такой трапе модернизации, которую пережили белорусы, становится возможным только в позднесоветском кино. И такой один из первых и самых качественных примеров, это, конечно, фильм Виктора Турова «Люди на болоте и дыхание грозы». Вот там впервые вообще начинаются какие-то намеки на травматизм вот этой ситуации с колхозами. А вообще, такое прямое высказывание только в уже постсоветском кинематографе и только 90-х годов. То есть, как бы, тема опять закрыта. Да, вот в 2000-х. Ну, был в 90-й период, когда об этом говорили, снимали достаточно яркие фильмы. Так, ну вот сейчас еще мы с вами будем еще кусочек смотреть. Ну, такой вот совсем забавный. Вернемся, да? Вернемся к этой презентации. И сейчас поговорим о не менее важном моменте, да? О том, как была изобретена эта самая национальная форма. В 37-м году выходит такой шпионский фильм Корж Саблина «Дочь Родины». Ну, Корж Саблин – это второй, да, такой режиссер-курометарьщик, который снял целый ряд фильмов белорусских. Вот, он снимал такие политически выдержанные картины, на самом деле. Что такое «Дочь Родины»? Да, ну, это такой шпионский боевик. Ну, то есть, боевик тогда не употреблялось, да, Ну, там такое, в общем, разоблачение диверсантов. Действие происходит в приграничном белорусском колхозе. И вообще-то фильм, как и многие фильмы этого периода, посвящен политической бдительности, да, по сюжету председателя колхоза, она же «Дочь Родины», оказывается в такой ситуации выбора. Зритель с самого начала знает, что вообще польским диверсантам, ну, которые перебрались через границу, то есть это рядом, вот этот колхоз, как бы на советской стороне, а оттуда с Польши идут страшные диверсанты, которые там, значит, колодцы отравляют, вот. И зритель с самого начала фирмы знает, что помощь им оказывает некий, там, такой пожилой крестьянин, простите, я не успела его, еще раз посмотреть его имя, ну, назовем его «Панас». Вот. Но председательница колхоза полностью ему доверяет, потому что он друг ее погибшего отца красноармейца и чуть ли не приемный отец, да, и только в самом конце выясняется, как жестоко она ошибалась в человеке, которому доверяла всю жизнь. Ну, такой, на самом деле, классический для советского кино сюжет. Фильм интересен тем, что здесь все положительные белорусы-колхозники в национальных одеждах. И, кроме того, основная масса, значит, да, колхозное население явно наделена такими детскими чертами. Но сейчас мы посмотрим чудесный совершенно фрагмент, я его очень люблю. Он маленький. Такой смешной. Как вы думаете, что празднуют? Да. Ну вот, национальная форма, да, национальный танец, собственно говоря, национальные костюмы. Это колхозники. А в это время пограничник, он же, НКВДшник, узнал, да, что там через границу прошел там уже еще один диверсант. Смотрите, что будет дальше. Ты скажи нам, скажи, добрый молодец, скажи, куда путь твоя лежит, куда путь твоя лежит. Деревня. Мы не пустим тебя, мы не пустим тебя. Давай, рыбу, давай, давай, рыбу, давай. Есть, рыбу. Ну, понятно, да, ради чего я показала, да, этот фрагмент. Так, сейчас, извините, сейчас мы еще раз дойдем. Меня он, конечно, ну, помимо того, что они все в национальных костюмах, да, он меня привел, привлек такой детскость у колхозников. Вообще, вот, если порассуждать о том, откуда эти детские черты взялись, там, как бы, если смотреть фильмы 37-го, 38-го года, да, то есть еще несколько фильмов, где вот крестьяне наделены, ну, такими, как вот, невероятной наивностью, и такими, абсолютно, вот, как, ну, ведут себя, как дети такие. Вот. То есть дело в том, что вот к концу 30-х годов так устанавливается, в том числе, ну, как бы, и за счет централизации власти, да, и за счет работы такого советского искусства появляется такая жесткая социальная иерархия. Вот в этой иерархии колхозники находятся в самом низу. Вот. И, кстати, именно поэтому перебраться из колхоза в город, это не только мечта и повышение статуса, это еще такой способ выживания, на самом деле. Вот. Есть еще один момент, что вообще-то с другой стороны, инфантильными этими чертами в советском кино второй половине 30-х начинается наделяться весь на народ, советский народ. И наоборот, вот мы завтра, если будем смотреть фильм, вы увидите, что дети на экране очень часто показаны как более-таки сознательные и такие потенциально настоящие коммунисты. Есть еще третий момент. Дело в том, что, ну, советское искусство вот ко второй половине 30-х, да, то есть очень сильно деэротизируется. Вот. И поэтому, ну, автоматически появляются вот эти детские черты. И, кроме того, это для нас тоже важно, да, в 30-е годы, вот тоже ко второй половине, на все советское государство переносятся такие, ну, понятия семьи, да, вот советское государство описывается как семья народов, там есть сестры республики, Сталин часто сравнивается с отцом, у него, ну, такой есть этот, как бы, риторический титул, да, отец народов. Ну, вот смотрите, например, вот плакат 39-го года. Понятное дело, да, что западные, восточные белорусы кто? Браты, да? Ну, то есть опять, как бы, вот этот вот язык семейный. А, что еще, как бы, важно, что параллельно во второй половине 30-х в советской культуре происходит в свою розыдуху имперский поворот. СССР начинает пониматься как империя, неявно наследующая российской. Русская культура окончательно признается в СССР ведущей. И на уровне риторики РСФСР – это старшая сестра, она же первая среди равных. Более того, история всех национальных республик как бы приводится к общему знаменателю. Он описан таким сталинским кратким курсом ВКФБ, да, но потому что этапы революционной освободительной борьбы везде одинаковые, да. То есть, как бы, еще получается, что у всех, как бы, народностей была примерно одинаковая история. Все прошли, значит, там, под руководством, понятное дело, российских большевиков. Ну, вот хороший пример, да, собственно говоря, вот этой отстроенной модели, это тот самый фонтан дружбы народов, да, на ВДНХ. Мне нравится, что это такая немножко депрессивная фотография, да, но на самом деле он такой строился, в общем, помпезное такое сооружение, да. Это 54-й год, то есть это уже вот некий такой символический итог. Посмотрите, это 16 сестер республик, да, еще там стоит Карелло-Финская СССР. Они застыли в танце вокруг такого золотого снопа колоссев, то есть это такая метафора райского изобилия, понятное дело, да, советского изобилия, ну, и в том числе и интернационального единения, да. Ну, что интересно, именно девушка, изображающая СССР, стоит напротив главного павильона, да, то есть она как бы, ну, центрирует всю композицию, то есть она получается первая среди равных. Как вы думаете, кто стоит справа и слева? Ну, по-моему, да, несложно догадаться, да. Действительно, две младшие сестры, Украина и Беларусь. Но дальше по кругу расположены все остальные. Ну, и понятно, что каждая из республик отлита в виде девушки в национальной одежде. Вообще-то, вот этот найденный код, да, такой этнографический, оказывается очень удачной формой. Она такая политически безопасная, национальная форма. И вообще к этому открытию приходят в 30-е годы, к концу 30-х, все национальные искусства всех республик СССР, да, то есть как бы, ну, как бы, кто такие советские украинцы? Ну, это как бы советские люди в национальной украинской одежде, ну, и так далее, да, то есть как бы. Главное, что здесь как бы нащупано, да, что такой образ нации, он внеисторичен и абсолютно аполитичен. Теперь советские национальности отличаются этнографически, но абсолютно не отличаются по сути. Более того, в случае с Белоруссией, вот этот фольклорный код очень удачно разрешил вопрос глубины истории, ну, вообще глубины, на которую просматривается белорусская история. Вот я вам не стала читать там цитаты, вот сократила, да, в 21-м году историю Белоруссии возводят к Половскому княжеству в 9-м веку, да, и это в тезисах таких, для распространения народу, да, и издается такая книжечка. Вот, как бы, если посмотреть вот кино, то дальше Российской империи нет ни одного фильма, причем вплоть до 70-х годов. Хотя, казалось бы, да, национальная форма, ну, замки и рыцари, да, то есть вот-вот лежит на поверхности. Еще в начале 30-х это названо вот этой вот опасной самобытностью. Вот. Таким образом, да, вот за этим вот концептом национальное, во всех национальных искусствах, к концу 30-х годов закрепляется идея такого локально-энтографического, а тогда что такое социалистическое, да, это цивилизация, модернизация, власть и большая политика, да. А, значит, послевоенной советской культуре эта национальная форма, как бы, окончательно закрепляется, да, то есть, собственно, формулой она становится уже в послевоенном таком искусстве, да, и, собственно, если посмотреть, ну, какие-то официальные там изображения, то она доходит вплоть там до 80-х годов, вот. Ну, и можно так сказать, что, конечно, вообще фольклор в таких эстрадных формах это такая своего рода квинтэссенция вот этой социалистической национальной идентичности, то есть это символ социалистического такого утопизма, потому что, ну, вот эти народные пляски рисуют своего рода мир вечной молодости, да, где много песен, много плясок, радостные лица и ритмизированные массы. Интересно, что сегодня в Беларуси происходит такая очень активная переинтерпретация фольклорной символики, да, ну, то есть, как бы, чуть раньше она произошла в Украине, когда в орнаменте, ну, пытаются обнаружить новый смысл, ну, фактически переинтерпретировать, да, вот это советское наследие, да, посмотрите, что вообще интересно, вот если посмотреть, что происходит с орнаментом, ну, вот это движение, наверное, в Берлисте тоже есть, да, когда люди надевают вышиванки, да, да, дарят ленточки, с одной стороны, значит, появляются такие многочисленные отсылки к архаике, да, орнамент демонстрирует как раз глубину истории, которую советский белорус был фактически лишён, да. С другой стороны, орнамент политизируется, да, то есть он, как бы, это попытка, ну, вернуть, как бы, вот там, если советский белорус был, ну, аполитичен, да, в таком широком смысле, да, то здесь, конечно, речь идёт о такой политизации орнамента. То есть этот, как бы, процесс, ну, на мой взгляд, да, только культуролога, можно рассматривать как такую форму деконструкции вот этого самого советского белоруса, да, когда появляет, ну, вот как, наделяется другими смыслами. Но, что интересно, параллельно в государственной риторике, да, и там, визуальной образности продолжает воспроизводиться вот тот самый советский белорус. Ну, посмотрите, да, то есть, как бы, на мой взгляд, ну, это целая серия плакатов, да, на мой взгляд, абсолютно прямая отсылка, да, к советскому, к прошлому, да, и к, как раз, советской модели, да, белорусскости, потому что, ну, опять мы, как бы, видим крестьянскую нацию, да, ну, тут не видно, правда, что она модернизированная, но это уже сейчас, как бы, само собой, разумеется. Вот. Есть слоган «За Беларусь для народа», ну, понятно, что он был в свое время приспособлен под выборы, но вообще сама идея «Зачи», что что-то, как бы, ну, там, за родину, за Сталина, сама формула, она, конечно, глубоко советская, вот, ну, и такая семейственность, да, как бы, вот, которая тут показана. Ну, то есть, для меня это, как бы, совершенно, причем это, скорее всего, несознательно, это такие автоматические отсылки, вот, которые вот в каких-то молодежных движениях, контракультурных, начинают сейчас деконструироваться. Вот. В прессе мы, я подошла к концу, но я сейчас какое-то такое сделаю послесловие, ну, выводы, да, что, конечно, ну, я так просто боялась перегрузить силу и утомить, да, поэтому за рамками лекции остались некоторые вопросы, но я хочу сказать, ну, как бы, что они важны, да, что они существуют. Во-первых, как бы, в, там, начиная с оттепельного кино, в, ну, или с оттепельной культуры в Шире, да, начинаются поиски другого национального, такого, не советского, то есть, как бы, вообще-то попытка противопоставить что-то вот этому, ну, к тому моменту уже официозному совершенно советскому белорусу, она начинается еще в советское время. Вот теперь, да, потом вот эти позднесоветские фильмы, и, конечно, перестройка. Вот, это такой достаточно интересный процесс. Потом есть еще такая тема, мне кажется, вообще важная для исследований, как советский белорус, ну, как образ, да, родившийся, ну, как бы, собранный, да, как пазл, там, в конце 30-х, да, и превратившийся в такое неделимое целое уже после войны, потому что он был наложен на вот эту военную травму, которая окончательно скрепила, да, вот это вот, и слила с, со всем советским народом при этом. Вот, ну, при этом, конечно, вот поиск вот этих трансформаций, которые, ну, советский белорус, там, в 30-х приобрел, ну, там, в тех же фильмах, да, военных, ну, мне кажется, достаточно интересен. Вот, то есть вообще, как и сам разговор о том, как показывалась, да, вот эта военная травма, была ли в ней национальная специфика, на самом деле была, да, вот, то есть как бы в близкой истории была какая-то своя белорусская специфика, вот, то есть эту тему мы, как бы, не затрагивали, но вот она действительно существует. Ну, и третий такой совершенно, на мой взгляд, актуальный политический момент, да, ну, то есть вот, как бы, если огрублять, то можно говорить, что на сегодняшний день есть некий конфликт двух моделей, да, с одной стороны идентичности, с одной стороны такой социалистической национальной идентичности, да, то есть советской белорусской стиле, там, советской украинскости, а с другой стороны, ну, каких-то других моделей. И вот посмотрите, в этом украинском конфликте, ну, меня поразило, на самом деле, насколько быстро всплыла вот эта риторика, которая была отработана в 30-е годы. Вот эти образы братских народов, младших сестер республик, как бы, там, фашистовующих националистов, да, там, буржуазных каких-то там капиталистических интересов. Кроме того, вот этот код, который в 30-е годы был вписан, да, в советского, там, белоруса, там, советского украинца, что у России, ну, такие сами собой разумеющиеся имперские интересы, да. Ну, то есть, как бы, вот это все, все отработанное до формул очень резко всплыло, ну, на мой взгляд, то есть, для меня это очевидно. Другой вопрос, что, ну, уже в новом контексте, да, там, в контексте современных медиа, это отдельная история. Но сами формулы, вот они были изобретены вот в то время, о котором мы с вами сегодня говорили. И что, в общем, самое такое для меня? Интересное, что действительно разлом прошел как раз между теми, кто принимает вот эту советскую модель, да, и теми, кто, ну, пытается ее там как-то переинтерпретировать, вот, причем он прошел и в России, и в Белоруссии, и в Украине, и как раз, ну, то есть, там, люди советского, не все, правда, ну, то есть, он прошел как-то, наверное, даже не по поколенческому принципу, да, он так ломанул именно там, как бы, через как раз, ну, вот модель идентичности, по-другому не скажешь, да. Ну, и, например, я не знаю, у меня там есть знакомая, которая все это время там сидит, ну, наверное, у каждого такие сидели там перед российскими новостями, да, сидя в Белоруссии, и принимали вот эту вот модель, как бы, ну, спрашивая, а вы кто? Ну, вот мы те самые советские белорусы, да, например. Ну, вот, вот примерно так. Собственно говоря, это о чем говорить, что вот модель советской белорусскости, да, ну, и так далее, каких-то, нет, все-таки скажем о советской белорусскости, ну, так и не была окончательно деконструирована в постсоветский год, да, то есть она постоянно воспроизводится, другое дело, что это несознательное воспроизводство, оно такое скользит по поверхности, это автоматизм, в общем-то. Ну, он, ну, вот, существует. Вот, ну, это, на самом деле, это все провокативное, таки спорное утверждение, да, мы можем сейчас поспорить, если есть силы, то есть как бы поговорить. Ну, потому что вот сейчас я уже закончила, и мы можем обсудить что-то. Все, у меня все, то есть сейчас вот дискуссия, да. Давайте, пока думайте над вопросами, какими-то репликами, я расскажу, что мы будем делать завтра, я приехала на два дня. Завтра мы будем смотреть кино, чудесное советское кино, концерт Битковина. Оно звуковое, оно очень легко смотрится, и вообще-то предназначалось для детей, но мы будем смотреть такой аналитической взрослой оптикой. Когда мы его посмотрим, я просто сознательно упустила один интересный сюжет, как белорусы вписоветские, вписывались еще в такой феномен, как утопические фильмы, да, утопическое советское пространство. Это вот как раз серия фильмов 36-37 года, которые рисуют, ну, что-то совершенно, какую-то нереальную страну, и вот мы посмотрим с нереальными людьми, да, такими воображаемыми, с нереальными какими-то декорациями, и вот как раз мы посмотрим, как в эту вот утопию, да, вписывается, собственно, ну, тот самый советский белорус. Вот, то есть мы будем обсуждать серьезные вопросы, а темы смешные. Вот, приходите. Такой вопрос, как в сравнении, ну, например, там, ближайшей Украины, то есть были ли различия конструирования вот этой советской степени, про которую говорили в 30-е годы, ну, то есть это плохо знакомо, ну, например, там, Тига Ветров, который там, создавал образ индустриальной, там, Украины, не знаю, ну, то есть вот... Донбасс вы имеете в виду, фильм, да? Донбасс фильм был, да. То есть были значительные отличия конструирования там украинскости или, ну, в России там каких-то республик? На самом деле такой вопрос очень неоднозначный, потому что, с одной стороны, в отличие от Белгоск кино, украинское кино была дореволюционная история, да, и там были уже, собственно, выращены свои режиссеры, да, то есть была там киностудия ВУВКУ, да, там она еще была дореволюция. Но у них была в Одессе, да? Одесская, да, как-то. Ну, ну, то есть... И поэтому, ну, какие-то уже приемы... Ну, а потом, в сути, есть действительно большая разница, когда режиссер знаком, ну, там, с жизнью, да, с народом, или когда он там из Москвы пытается что-то... Причем, ну, как бы там в 1935 году обсуждали вопиющие случаи, когда действительно режиссер сначала предлагал российский сценарий украинской киностудии, значит, там его заворачивали, например, он быстренько переписывал Украину на Белоруссию, значит, и, ну, вот был такой случай, и снимал на Белгоск кино, ну, как бы, в принципе, какая разница? То есть, ну, там, на местность, собственно говоря, не выезжал. То есть, поэтому... Мне кажется, что, ну, в целом, да, на украинской киностудии была ситуация лучше, но не потому, что они создали какого-то особого советского украинца. Они быстрее от него восстановились и оправились, да? Ну, то есть, скорее так. То есть, им было что, ну, как бы, найти там и противопоставить. То есть, другой вопрос, что я, как бы, не очень глубоко в украинском кино, я не могу сказать точные годы, когда начались, да, эти моменты. Но даже в 30-е годы, например, то, что снимал Довженко, постоянно вызывало, ну, такое недовольство там, ну, как бы, с национальной какие-то идеей даже в 30-е годы там провести. Вот был скандал с фильмом «Щёрз», когда всем киностудиам, значит, поручили снять национального Чапаева, вот. Ну, и вот получился там у Довженко фильм «Щёрз», а в Белгуст кино что-то не очень получился с Чапаев. Вот. Так что, ну, как-то так, да? То есть, как бы, сам советский, ну, советский белорусский, советский украинец, ну, как бы, по формуле особенно не отличался. Ну, как бы, пожалуй, украинцы быстрее его разобрали, да, составляющие там какие-то, или чем-то заменили. Ну, мне кажется, так. У меня такой вопрос. Получается, если у белорусского кинематографа не было своей истории, первые режиссёры были из России... До революционной. Ну, до революционной. Были первые режиссёры из России, соответственно, получается, что и тех режиссёров, которые впоследствии были белорусами по национальности, их всё равно учили режиссёры из России. По ВГИК. И, соответственно, получается, это школа российская. Получается, у нас нет национального кино. Ну, знаете, на самом деле, нет, не совсем так. Всё-таки национальное кино ещё определяет не только режиссёр, но и сценарист. И как раз в 30-е годы ведётся такая борьба, чтобы именно белорусские писатели стали писать сценарии. Не могу сказать, что там, ну, как бы, все бросились писать для кино, но, в принципе, и в 30-е годы, там, ну, возьми, Трахубедули, например, сняли, да, там, вот, Соловей. Ну, потому что, на самом деле, те, кто писал для кино в 20-е, почти всех, ну, там, репрессировали, посадили, да. Но в 30-е, то есть, как бы, и сценарии российские в большинстве случаев, ну, появляются первые сценаристы. А всё-таки уже в послевоенный, там, особенно в отцепельный период, ну, там, появляются, ну, как некая своя сценарная школа, школа белорусская, да. И, действительно, писатели, ну, в более поздние годы, там, у Короткевича есть опыт, да, там, сценарные, там, работы, там, у Быкова и так далее. Так что, ну, как бы, ну, и плюс сама тематика. То есть, всё-таки были более добросовестные режиссёры. Ну, например, вот, все ещё говорят, что, ну, вот, два таких режиссёра, которые сделали белорусское кино, ну, там, отцы-зачинатели, да, Юрий Тарич, да, и Владимир Корсаблин. Оба, собственно говоря, ну, российские. Тарич вообще был приглашён как раз после успеха фильма «Крылья холопа», да, это же фильм. Он снимал со Шкловским в Москве, он никак не связан с Белгоскино, а потом на волне этого успеха вот ему поручают снять вот эту «Лесную быль», и он задерживается на киностудии и что-то снимает. Но он был очень добросовестный режиссёр, он действительно изучал быт. Вот, особенно для «Лесной» были, вот, прямо он ездил, изучал, вот. Корсаблин, ну, вот, он первый фильм снял, а потом снимал, в общем, с хорошей такой скоростью, угомонился только в 70-х. Так что, ну, в общем, то есть он вроде как российский, но стал своим. Ну, то есть всё неоднозначно. Я против вот каких-то радикальных, да, утверждений. Вообще-то там у вас про процент белорусских изящных фильмов. Ну, тут фугас в чём, что на самом деле в 30-е, как бы и в 20-е, ну, и точно как бы в первой половине 30-х делались две версии. Одна русскоязычная для общесоюзного проката, да, а вторая — белорусскоязычная. Тут вопрос в том, на каком языке снимали сначала, да, то есть дупляж был русский там или белорусский, собственно говоря. Вот, ну, когда с титрами, да, в немом кино, ну, то есть как бы сделали две версии, и там и запустили. А вот со звуковым. Всё-таки первые фильмы, вот первый звуковой, этот первый взвод, например, 32-го года — это белорусский язык, а играют российские актёры, ну, многие, да, в основном. И они, ну, вот, заучивают, да, текст, и, в общем, так хорошо говорят по-белорусски. И как бы вот там критика пишет, ну, вот видите, вот они могут, значит, выучить там белорусский, вот они, прекрасная там, фильма на национальном языке. Вот. Так что, как бы, был период, когда снимали сначала на белорусском, а потом был дубляж на русский, ну, как бы общесоюзный прокат. Вот. Ну, по-моему, всё-таки со второй половины 30-х такие странные какие-то миксы, когда там, ну, чтобы показать вот этот вот национальный колорит, вот он в национальной одежде и какие-то словечки белорусские там вставляет. Да и то, если это не герой-руководитель. Руководитель, ну, партийный, НКВДшник, это русский актёр обязательно, ну, с русской речью. То есть такой хобо-фокус. Ну, вот. То есть явно снимают уже сначала на русском, да. Я даже вот не знаю, дублировали ли на белорусском. Могли и не дублироваться уже там. То есть получается, вот этот этнографический код не только в орнаменте, но и в языке передаём? Конечно. Ну, просто это, ну, это так само собой разумеется, что я как бы на этом не заостряло внимание. Ну, да, то есть мы начали говорить сейчас о 20-х годах, когда, ну, белорусский язык был вообще поставлен, да, вот, во главу вот этого, или в центр культурного возрождения. И действительно, ну, вот, по крайней мере, у указа я видела, что если руководитель не желает учить там белорусский язык, то там его мы нам уволить там, я не знаю, выгнать и так далее. Обязан. Вот. И как бы, ну, совершенно другая ситуация там к концу 30-х. Да, язык, конечно, это важно. И можно проследить тоже, как менялась, да, там ситуация. Ну, то есть, собственно, коренизация, политика-то, она и закончилась в конце 20-х годов. Началась такая, я вам сказала, мягко говоря, колонизация, да, Ну, смотрите, я... Было, сейчас расскажу. Вам не хватило чего-то, да? Не, ну, понимаете, я сразу сказала, я не киновед, да, то есть я не историю белорусского кино рассказала, я собрала материал вокруг этой точки, да, советского белоруса. Вот. Я сейчас скажу, вокруг чего я еще могла бы собрать, да? Во-первых, вокруг советского еврея, да, все-таки очень большое... Ну, до войны было ее, как бы, в процентном соотношении еврейское население, и поэтому, конечно, о евреях снимали, как бы, фильмы, да? И тоже, кстати, забавно, можно посмотреть, ну, вот, сейчас, вот он, его превосходительство, да, или Гирш Лекерт, это фильм, ну, конца 20-х годов, да, о реальном человеке, который в Вильне совершил покушение на вильнского губернатора, там, в 1905, да, условно говоря, году, и который, вот, был в уже, там, 30-х обвинен в еврейском шовинизме, но там объясняли, почему, значит, ну, у евреев была своя коммунистическая организация, бунт, бунт, да, которая была, ну, там, разгромлена, как бы, и раскритикована, ну, вот, как за буржуазный национализм ругали, как бы, там, национальную интеллигенцию белорусскую, точно так, за этот бунт, этот, ну, это аббревиатура, я просто не помню, как она расшифровывается, гоняли, как бы, ну, еврейскую, там, интеллигенцию, вот, как бы, ну, вот, просто я пытаюсь показать, что дублируется в чем-то история, да, там, советские белорусы, советские евреи, вот, первый фильм раскритикован, в 1932 году выходит шикарно, фильм, то есть я очень рекомендую его посмотреть, называется «Возвращение Натана Бейкера», режиссер Шпис и Мильман, ну, то есть они такие не очень известные, он такой, в отличие от огромного количества других фильмов, он такой ироничен, ну, потому что в еврейской культуре есть это, вот, самоирония, а играют театральные актеры еврейские, фильм потрясающий, он звуковой, он очень такой яркий, вот, и в 1936 году выходит самый известный фильм «Искатели счастья», например, да, где как раз, вот, появляется, ну, что-то аналог такой советскому белорусу, советский еврей, и противопоставляется таким, как бы, вот, ну, это еще одна, например, точка сборки, да, вот какие образы были, а потом, ну, все-таки в СССР существовал такой двойник-антипод, да, это, там, западная Беларусь, и поэтому огромное количество фильмов было посвящено тому, что происходит в Польше, да, то есть, как бы, ну, этому западному вопросу, ну, и ближнему зарубежью, ну, и понятно, с каких позиций, да, то есть, такие были политические фильмы, ну, остросюжетные, да, такие политические фильмы, где, там, коммунисты, польские коммунисты против, там, капиталистов, там, страдания белорусского народа, там, и так далее. И в этой серии тоже есть в 20-е годы очень удачный фильм «До завтра», вот, который снял, как раз «Тарич», и некоторые сцены, там, вот, белорусского национального демократизма, значит, проявления, там, в погоне на гербе гимназии была, она попала в кадр, вот, и вообще он там был назван таким камерным фильмом. Вот, ну, то есть, как минимум, еще две линии, да, наверное, да. Оборонные фильмы, ну, то есть, еще же огромное количество, ведь Беларусь, ну, как бы, Белгоск кино так и не стало снимать только на национальную тематику, но это был, видимо, вопрос еще и выживания, да, и некой традиции, то есть, огромное количество еще фильмов на такие общие национальные темы, между прочим, они, ну, то есть, сняты российскими режиссерами, или русскими, там, ну, российскими, лучше говорить, на, там, в Ленинграде, там, или в Москве, или, например, из истории, да, российской, то есть, вот, есть там чудесный фильм совершенно, «Поручик Киже», ну, в школе считали, да, этого Тиньянова, «Поручик Киже», вот его экранизация такая, очень забавная, ну, о Павеле Первом, о Поручике, которого там никогда не существовало, но его там, у него, как, у пустого места прошла вся жизнь, там, его в финале, ну, такая ирония над чиновнической такой атмосферой, да, там, Павла Первого, шикарный фильм совершенно. А, Болька, я позволю, как выйти, ну, за временные рамки, вот, о которых мы говорили на лекции, я просто вспомнила сейчас вашу статью про фильм «Белые росы», который все, я думаю, что помнят как-то достаточно хорошо, и мне кажется, наверное, это был один из последних, ну, возможно, фильмов, который вот именно от советского белоруса уже вот по всей красе показывал, вот такого современовавшегося, ну, и на статье, помню, вы об этом тоже говорили. Все верно. Как бы, просто, чтобы немножко... Ну, я хотела, как бы, ну, потом решила, что лучше мы поговорим, уже не стала лезть, как бы, вот в, там, 80-е. Да, конечно, там, действительно, в «Белых росах» такой советский белорус, но который уже существует без руководства партии, там, сам по себе, он уже такой совершенно целостный образ, и даже впервые немного такой самоиронии, вот, и как раз там, это такой еще немножко утопический фильм, на самом деле, потому что, если вы помните, там все крутится вокруг того, что, ну, как бы, деревня перемещается в город, и она это очень легко делает, ну, в целом, да, то есть, как бы, то есть, была деревня, а потом хоба все деревенские жители в такой высотке живут один над другим, да, и сохраняют, там, деревенские традиции легко, да, то есть, вот, никакого перелома, да, никакого такого особого, такого разлова между городом и деревней нет, да, то есть, это такой фильм, ну, вполне себе утопический, тем более, что, там, параллельно начинают выходить достаточно жесткие фильмы, как бы, советские, там, тут же фильм «Чучело», например, да, то есть, он примерно, там, тех же годов, вот, то есть, это действительно последний всплеск такой утопии, и там есть очень, ну, на мой взгляд, такой симптоматичный диалог, но я сейчас не найду, конечно, этот фрагментик, ну, может быть, вы помните, сидит этот Хведер, нет, главный герой, все время путаю, Ходос, да, Дед, ладно, назовем Дед, вот он сидит, он же такой авторитетный, да, вокруг деревенские жители, и вот они такой ведут диалог, там, а вы знаете, почему нашу деревню назвали Белые Россы? Ну, его этот оппонент, значит, ехидный говорит, ну, роса выпадает холодная, ну, я, конечно, плохо все это изображаю сейчас, роса выпадает холодная, значит, поэтому Белые Россы. Нет, есть легенда, значит, что когда-то здесь жили особые русы, да, они были белые, чистые, а это был приграничный, значит, район, ну, я своими словами, и они там всегда выполняли какие-то договоренности, значит, и они никогда не обманывали там князей, то есть они были белые, чистые, честные, да, и там такое смутное очень упоминание, ну, о какой-то там даже до Речи Посполитой истории, да, то есть как бы некие там, ну, там хороший, на самом деле, диалог, и вокруг население говорит, да, не выдумывай ты, вот росы белые выпадают, значит, там такие, поэтому Белые Россы. И критика советская, значит, ни один этот монолог, ну, сколько я пересчитала, да, не упомянул, все пошли по этому же пути, да, Белые Россы, потому что, значит, вот, тут, да, росы, и это такая, там, пример романтики, значит, там, такого, как бы, природного там взгляда, да, и так далее. Ну, это я сейчас так своими словами грубовато, а в статье я там привожу конкретные цитаты, и там так более. Вот, так что, да, к нашей теме это имеет отношение такое. Ну, после вашей статьи, вот этот образ белоруса, сидящего в гнезде, с этим двояном, да, караченцем, что... Ну, он чудесный. Это просто, как вот уже один из, вот, Бухаровича, белорусных мустальных шарах для этого был, и вторым он стал, вот, белорус в гнезде, на такие просто, ну, символическое отображение белоруса, какими я вот уже чувствую и вижу. Да? Да, как-то так. Для меня так это как такой пример самоиронии, да, то есть вот если вот в кино, там, в 30-х, на еврейскую тематику она появляется тут же, ну, потому что это есть как бы в культуре еврейской, и это потрясающие фильмы, то белорусские фильмы, они ужасно серьёзные, как бы это военная тема сделала ещё больше. Это, наверное, первый фильм, где можно было смеяться над самими, ну, со собой, да. Это действительно, вот надо было добрести до 80-х, чтобы создать такой, ну, кассовый, всенародный фильм, который всем там вроде как понятен, но при этом туда пройтсунулся вот этого вот странного белоруса, который сидит в гнезде и играет там на баяне, да. Это правда. И поэтому и запоминается, собственно говоря. И не важно, что Харайщинцев там, не белорусские актёры, это совершенно уже не важно, да, то есть важен контекст. Ну что, если нет вопросов, приходите завтра, тогда уже, ну, как бы, вот прям будем говорить больше и по-конкретному, да, вот делу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы здесь.